Коммунальный паводок. Дома в одном из поселков города Саратова подмывают водой, которая течет из трубы под землей. Взрослые не могут попасть в поликлинику и на работу, а дети в школу. Подробности в нашем следующем материале. Постоянно течет. Постоянно. Я могу прямо график составить, когда начинает здесь течь вода. И у нас получается, там течет вода, здесь течет вода. Нам не пройти и прыгаем, как эти козы. Вот смотрите, иду, 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 иду. Вообще невозможно ходить. По своей улице жители поселка Поливановка пробегают, затаив дыхание. Под тонкой ледяной корочкой глубокие пустоты. Недавно в такую яму провалилась легковая машина. Пришлось вытаскивать камазом. Местные говорят, что всему виной вода, которая течет под снегом уже два года из пожарного гидранта. Последние 10 дней ручей превратился в бурлящий поток. Прям плюх-плюх. Она течет со вчерашнего дня. Или вчера, или позавчера начала течь. А я не видела, не выходила. К дому Натальи Егорушкиной вода подошла вплотную. А к ее соседям в частном секторе практически зашла внутрь. Многие, особенно пожилые люди, оказались в плену у воды. Ни в поликлинику, ни в магазин не сходить. И владельцы автомобилей чувствуют себя беспомощными. Он пытался, пытался. Сам провалился, набрался в полные сапоги. И все, по всей видимости, до весны. Люди обращались за помощью в городскую и районную Ленинскую администрации. Безрезультатно. Саратов-водоканал тоже не сразу отозвался. И сказали, что на данный момент устранить сразу нет возможности. И все, и уехали. У меня муж говорит, что теперь делать? Ждите. Вы на очереди где-то почти сотый. Ждите. В итоге течь устранили. Но в Поливановке боятся, что это ненадолго. А еще жителей беспокоит состояние подстанции, которая питает поселок электричеством. И тоже периодически попадает в зону коммунального паводка. Сейчас поселок застыл во льду. И поливановцы не хотят, чтобы наступала весна. Когда все начнет таять, дома окажутся отрезанными от цивилизации. Юлия Шишкина, Дмитрий Черненков, РЕН-ТВ, Саратов.